Шамира и Томико – две очаровательные собаки породы хаски, в которых буквально с первого взгляда влюбились маленькие посетители комплексного центра социального обслуживания «Семья». Вообще здесь приветствуются различные инновационные методы лечения и реабилитации. И на этот раз руководство центра решило попробовать канистерапию. Она довольно-таки необычная, но очень эффективная в работе. И пока за три месяца у нас как раз обслужено 42 ребенка и 38 родителей. И это направление, как показывает хоть и маленькая практика, довольно-таки эффективная. И как дети, так и родители довольны. И у них получается эмоциональный контакт с собакой. И это очень хорошо влияет на выздоровление ребенка. Шамира и Томико пришли на занятия, как всегда, в сопровождении канистерапевта Натальи Дымич и ее дочери Илоны. Кстати, именно благодаря девочке в семье Димыч появилась первая собака. Она мечтала о настоящем друге и в течение четырех лет просила у Деда Мороза щенка. А когда в семье появилась Шамира, то уже ее мама Наталья поняла. Канистерапия – ее призвание и, по всей видимости, призвание ее собаки. Я обратила внимание на то, как Шамира взаимодействовала на одной из прогулок с девочкой из ДЦП. То есть девочка была на коляске, Шамира подошла к ней. Она сама первая вышла на контакт. Подошла к девочке. Начала что-то, как они хаски, они как-то так вот разговаривают по-своему. Что-то там лапку ей положила на колено, что-то там загадывала в глаза. Меня это настолько удивило, что я в интернет залезла и, в общем-то, открыла для себя большой мир канистерапии. Сейчас в семье Натальи четыре собаки. В канистерапии задействовано только две, но это вопрос времени. Ведь это направление развивается, в том числе и в нашем городе. Так в центре семья занятия по канистерапии проходят с ноября прошлого года. И родители, и дети довольны. Буря положительных эмоций у детей от занятий, то есть само общение, то есть и тактильный, там погладить, потрогать. То, что они дают команды, собака их выполняет, слушается. То есть у моих детей буря эмоций положительных от общения. То есть им уже сразу хочется своих каких-то животных завести, чтобы дома было, чтобы появляется желание ухаживать. То есть брать ответственность на себя, хоть они имеющиеся достаточно маленькие, но все же, чтобы ухаживать, чтобы сами нести ответственность за чью-то маленькую жизнь. И между собой у них вот тоже, знаете, как-то вот появляется, появилось, ну, чтобы более тесное взаимодействие. Мне больше всего нравится, как мы учимся собак тренировать. Занятие строится таким образом, чтобы создать эмоциональную связь между собакой и ребенком. Чаще всего после знакомства канистерапевт обучает детей основам дрессуры. В результате такой работы у ребенка повышается уверенность в себе, вырабатывается командный голос, а также улучшаются коммуникативные навыки. Так как дети взаимодействуют не только с собаками, но и между собой. Допустим, дети, каждый хочет, я хочу первый, нет, я хочу первый, да, и там собаку куда-то повезти, сделать какие-то трюки. Они учатся уступать друг другу, тоже контролировать себя, в общем-то. И кормление собаки тоже повышает у детей уверенность в себе, потому что, когда мы кого-то кормим, о каком-то заботимся, мы чувствуем себя нужными, в общем-то, в этом обществе. На самом деле на этих занятиях работает специалист, а собака является ассистентом, который помогает преодолеть ребенку недоверие к взрослому миру. Таким образом, корректировке поддается большое количество проблем, таких как гиперактивность, задержка речевого и психоречевого развития, поведенческие проблемы и даже расстройство аутистического спектра. Дети находятся внутри своего мира, и задача специалистов, задача родителей, в общем-то, их из этого мира вытащить и в наш мир как-то, в общем-то, поместить. Они очень этому сопротивляются. И вот как раз-таки собака, она помогает вывести ребенка в наш мир. Так и получилось, что верные друзья, о которых так долго мечтала Илона, теперь стали друзьями для многих детей. И сама девочка этому рада. Нет, мне не жалко, потому что я вижу, что мы помогаем другим детям, и, то есть, как бы, собаки нашей семьи помогают другим. Вот поэтому я не против этого. Мне нравится. Наталья собирается и дальше заниматься конец терапии, задействуя новых питомцев. Например, большого пуделя, который будет полностью ориентирован на детей. Ну а пока любимцами ребят остаются Шамира и Томяко, которых дети так не хотят отпускать в конце занятий. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».